Ну а мы же, друзья, продолжаем гонку за хорошей фигурой к этой весне, да и к лету. Я думаю, что многие уже начали заниматься спортом полноценно. О том, как это делать правильно, мы будем сегодня консультироваться с нашим фитнес-инструктором. У нас в гостях Полин Семидицких. Полина, доброе утро. Доброе утро. Вот Полин в прекрасной форме, просто потрясающий. Рассказывай и делись секретами. Буду рассказывать. Сегодня вам как прокачать полностью вверх. Возьмем по каждому упражнению и по каждой группе мышц. Начнем с грудных. Лучше всего грудные прокачиваются, это отжимания. Поэтому все на пол и отжимаемся. Я буду отжиматься с колен. Кто может, кто отжимается с носочков, кто с колен. Ручки ставим. Ладошки у нас стоят параллельно друг к другу. Опускаемся вниз. И вверху делаем выдох. Опустились нынно вниз. И выдох. Здесь также хорошо прокачивается у нас спина. Мышцы рук. И груди, конечно же. Тебя не завораживает, Женя, такое зрелище красивое? Когда люди работают. Как ты отжимаешься профессионально. Красивая девушка, красиво отжимается. Мне кажется, восторг. Лету готовиться нужно в любом случае. Всегда. Дальше у нас, если есть гантели, берем гантели. И прокачиваем битик с рук. Поднимаем вверх. Локти у нас чуть-чуть могут выходить. Вперед. И опускаем вниз, выпрямляем полностью ручку. Сделали выдох. И медленно сопротивление опускаем вниз. И опускаем. Делаем максимальное количество раз, если у вас маленький вес. Когда уже почувствуем, что руки уже не сгибаются, тогда уже можем заканчивать. Следующее. Прокачиваем тритепс. Ручку выпрямляем. Заносим гантелю за спину между лопаток. И поднимаем, выпрямляем, делаем выдох. И сжали. Тритепс у нас находится сзади. Медленно опустили. И вверху сжали. Вот я абсолютно уверена могу сказать, что в этом упражнении главное подобрать правильный вес. Потому что некоторые друзья, кстати, думают, что беря килограммовую гантелю, они легко справятся. А потом окажется, что после пяти повторений просто не могут поднять руку элементарно. Потому что эти мышцы у нас очень нечасто, скажем так, задействованы в повседневной жизни. Верно. Да, поэтому... Прокачиваем. Вера, пять. Вот так это должно у вас звучать. У меня уже тоже, пока мы заговорили. Следующее. Берем две гантели. Будем прокачивать мышцы спины. Спину прокачиваем всегда, везде и постоянно. Потому что даже если мы хотим красивую попу, нужно иметь хорошую крепкую спину, чтобы взять большой вес и поприседать. Чтобы носить потом красивую попу. Все просто, на самом деле. Наклоняем корпус вперед. Колени немного сгибаем. Опускаем гантели. Поднимаем вверх до ребер. И опускаем вниз. Корпус чуть-чуть у нас опускается и работает. Сводим лопатки. Локти сводим сзади. Опускаем вниз. Сделали выдох и медленно опустили. И здоровая спина у нас будет всегда. И полностью вверх. Поэтому работаем, ребята, постоянно на верхней группе мышц. Если даже хотите попу, но не забываем спину. Спину и руки. Это важная составляющая. Вот это, да. Вот это тренировка. Так что, друзья, мы абсолютно уверены в том, что к весне, ну вот через пару месяцев, вы уже будете просто в идеальной форме. А мы обязательно к этому моменту придумаем интересный фотомарафон, чтобы вы поделились с нами тем, как вы здорово выглядите. И будем звать Полину в гости к нам еще. Полина, спасибо тебе большое. Спасибо.